Несколько лет здесь, на этом месте, стояла городская скульптура Ессухум, но недавно буквы демонтировали, и тогда люди задались вопросом, почему? И это, кстати, не единственный вопрос, который волнует горожан и связан с площадью Сергея Васильевича Багапш. Мы попробуем найти ответы на каждый из них. Новость о том, что площадь Багапши закрывается для парковки, с воодушевлением встретили не только пешеходы, но и автомобилисты. Такое решение будто напрашивалось в этой части города. Тем более, что вот уже год, как идет конкурс на лучший проект по благоустройству площади Багапша и сам памятник Сергею Васильевичу. Проектные работы, которые мы планировали, которые представят нам, их было категорически мало, и конкурс можно было бы считать несостоявшимся. Поэтому было принято решение о продлении этого конкурса. Причем рассмотрение вопроса установки памятника на этой территории невозможно без рассмотрения вопроса реконструкции всей площади. Вы это понимаете, да? Потому что место посадки памятника, соответственно, диктует окружение этой площади. Конкурс продлили до декабря 2020 года. То есть к этому времени все эти работы должны быть уже представлены и выставлены на всеобщее обозрение, так как конкурс это не только международный, он открытый. И мне бы хотелось пригласить к участию наших молодых архитекторов, которые очень переживают за судьбу нашего города, к участию в этом конкурсе. Чтобы они представили свои проектные решения. Там обозначены непосредственно на сайте Министерства культуры, обозначены условия проведения этого конкурса, материалы, которые необходимо представить. И если для этого вопроса необходимо будет им получить какие-то материалы, точно так же они могут запросить это там же. Конкретных требований к конкурсным проектам нет. Как говорит главный архитектор, все на усмотрение авторов. Организаторы готовы рассмотреть любые обоснованные проектные, скульптурные и архитектурные решения. На экране вы сейчас видите условия конкурса. Правда, до его окончания и даже до получения достаточного количества заявок на площади уже начались работы по благоустройству. Почему это делается при неутвержденном проекте, объяснила главный архитектор города. Граждане нашего города иногда просто с кощунством относились к той клумбе, которая там была. Соответственно, проводить какие-то посадки на этой клумбе не представилось возможным из-за того, что она была превращена в парковку. И поэтому было принято решение приподнять ограждение этой клумбы, то есть бордюр сам непосредственно, для того, чтобы на ней машины не парковались. И освободить территорию для пешеходов, что в настоящее время сейчас и было сделано. Наши жители изъявили большое желание увидеть на этой площади фонтан. Провести сейчас достаточно глобальное изменение площади без утвержденного проектного решения, раз уже объявлен конкурс, мы не можем. Поэтому мы сейчас своими силами то, что нам позволено сделать, то есть мы проводим непосредственно устройство этой клумбы. То есть мы планировали мы клумбу, по желанию жителей все-таки пока сделаем фонтан. Должно сообщить нашим жителям, что деньги на фонтан никто не выделял. И клумбу это делали за свой счет фактически глава администрации. За тот же счет главы администрации клумбу освободят от земли и сделают на ее месте фонтан. По словам Светланы Шаменковой, если вдруг проект-победитель открытого конкурса не будет включать в себя фонтан, то его демонтируют. Тоже за счет главы города. Но вернемся к тому, с чего начинали. Буквы Е Сухум были демонтированы, по словам главного архитектора, из-за того, что нуждались в реставрационных работах. В связи с тем, что достаточно агрессивная среда морского воздуха, соленого воздуха, привела к тому, что буквы были немного проржавели. В своем креплении, в стыковках своих администрация города совместно с руководителями Амобайл, кто является собственником этой инсталляции, было принято решение о демонтаже этих букв и их ремонте. Администрация также за свой счет ремонтирует эти буквы. И после того, как они будут отремонтированы, они будут установлены либо в этом же месте, если это будет позволено и допустимо новым проектным решением, либо им будет найдено другое место. Подытожим. Принять участие в открытом конкурсе по благоустройству площади Багапши и памятнику второму президенту страны можно до 10 декабря 2020 года. До того, как определится победитель, администрация города установит на месте клумбы фонтан. Скульптура Ессухум вернется на место, если так решат авторы победившего проекта. Если нет, ей найдут другую локацию.